О нет, Сьюзи уже здесь, может ей не понравится мой подарок, она так громко смеется, наверное надо мной, все таки не стоило надевать папину рубашку. Рузя, этот видосик самый смешной, что мне ли вы показывали. Да, подожди, сейчас я кое-что найду, тебе точно понравится. Ну давай, удиви меня, сейчас-сейчас, как найду. Ой, что они там опять угорают, а? Не знаю, мне кажется, или там кто-то прячется. Чуть не спалился. Ой, да никого там нет. Да конечно, девочкам на меня все равно, я ведь двоечник, да еще и бедный. Да, это видео точно смешное. Так, с этим всем надо что-то делать. Эту рубашку точно стоит снять. Вот блин, младшая сестренка мне все руки фломастером разрисовала. Ладно, оставлю так. Привет, девчонки! Я как всегда не успел. Привет! Сьюзи, привет, говорю! Ага, привет! Привет! Эх, Кевин, какой же он! Какой! Вот и я считаю, что в нем нет ничего особенного. Подумаешь, отличник! А еще он богат. Да, втюрилась ты подруга по уши, верно? Тихо, что вы такое говорите? Не хватало, чтобы еще Кевин услышал. Девчонки, как дела? Да, ничего так. Все хорошо. И у меня, у меня тоже все хорошо. А ты, кажется, ты... Рози, я Рози. А, да, точно. Сьюзи, как дела? Сьюзи, ты что, игноришь меня? Сьюзи, хочешь, помогу тебе с домашкой. Да нет, спасибо. Я сама все сделаю. Лучше Рози помоги. И я только за. Кстати, а где там твой друг? Кто? Алекс? Да он прячется где-то там. Эй, дружище, выходи. Эй, ты девчонки за тебя спрашивают. Я? Да я не прятался. Что за ерунда? А что это у тебя в руках? А, это... Роза из железа? Ну да. Что за отстой? Девушкам нужно дарить дорогие подарки. Смотри, смотри, смотри. Кстати, Сьюзи, это тебе. Ага, ну конечно. Бери, чё ты. Ого, неожиданно. А это, это я сам сделал. Правда, сам? Спасибо, очень красиво. Что за ерунда? Просто денег на нормальный букет у меня. О, Алекс, а что это у тебя за рубашка такая модная, розовенькая? У бабушки взял что ли? Ну, вообще-то это рабочая рубашка моего отца. А что с твоими руками? Я понимаю, денег не хватает на нормальную одежду. Но мыло-то хоть можно купить? Ой, Кевин, оставь эти шуточки, как и свои деньги, себе. Это рисунки моей младшей сестрички. И я никому не позволю их оскорблять. Не, ну нормально, он так его. А мне нравятся эти рисунки. Прикольно так выглядят, необычно. Серьезно? О, то у нас с тобой особенная связь, красавчик. Ага, ну да. Так, мне нужно уже к уроку готовиться, а то не хочу получить плохую оценку из-за ваших этих дурных разговоров. Эх, на что я надеюсь? Кевину некогда уделять внимание девушкам. Розе, да не расстраивайся ты так. Лучше вон уроками займись. Ну, или можешь сходить со мной, покушать если хочешь. Кстати, я очень проголодалась. Не хочу, у меня нет аппетита. Чувак, ты что делаешь? Уроки, а что? Да я не об этом. Что это там происходит? Зачем обижаешь девочку? Не видишь, она влюбилась в тебя. Кто? Сьюзи? Ну, конечно, вижу. Как можно не влюбиться в такого красивого и умного парня, как я? Ну да, действительно. Только я не о Сьюзи. Ну что, девчонки, как дела у вас, рассказывайте. Эх, не могу насмотреться на Кевина. Какой же лапочка. О, Роза, как ты уже достала со своим Кевина. Точно, повсюду один только Кевин. Кевин, 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 Кевин. Да хватит уже. Ой, да ничего вы не понимаете. Слышал, сколько раз Сьюзи произнесла мое имя. Она точно втюрилась меня, уверяю тебя. А я надеюсь, у Сьюзи вкус получше. Точно не на таких, как ты. А я и не спорю. Интересно, о чем это пацаны говорят? Ну, точно не о учебе. Надеюсь, Кевин говорит обо мне. Надеюсь, Кевин уже перестал говорить обо мне. Ха-ха-ха. Я не могу не смотреть в его красивые глаза. О, что делаешь? А, да я ничего, да я так планы записываю. Ну, так можешь, расскажешь, чего ты такая злая в кафе на Розе была? Я злая на Розе? Нет, тебе просто показалось. Да, так может, ты тоже влюбилась в этого богатого ботана Кевина? Да, точно, как-то догадалась. Ой, я это сразу поняла. Тем более, как в него можно не влюбиться? Он мне тоже нравится. Просто не хочу Розе расстраивать. Это вы обо мне говорили? Зачем меня расстраивать? О, Розе, это мы о другой подруге говорили. Правда? Пойдем лучше пирожные новые в кафешке пробовать. Ну, давай. Вот же глупая. Она реально думает, что я могу влюбиться в самовлюбленного Кевина? Эх, мое сердце занято хулиганом. Прикольная штука. Не зря потратил на нее все деньги. Аликс, вот ты где. Я тебя по всей школе ищу. Эм, а что это? Смотри, какую картину мне родители подарили. Ого, круто. Как думаешь, Сьюзи понравится? Ха-ха, ты думаешь, она когда-нибудь появится в этой комнате? Ну, а почему бы и нет, она точно пойдет со мной на свиданку. Вот увидишь. О, Рози, а ты чего скучаешь? Да так. Опять забила голову Кевином, да? Да нет. Рози? Ну да. Я уже не знаю, что мне делать. Он совсем не обращает на меня внимания. Но это сейчас не важно. О, подруга, это всегда важно. Так, ты сначала дослушай до конца, а потом перебивай. Может, здесь? Нет, мне не нравится. Ой. А может, она будет стоять здесь? Эм, выглядит безвкусно. А может, вот здесь? Ай, все не то, Алекс. Слушай, давай мне мой заработанный доллар и сам вешай эту картину. Я уже не знаю, куда ее вешать. Привет, мальчики. Привет. Ого, какая картина у тебя. Круто, да? Ну ладно, я пойду уже. На работу надо идти. Спасибо. Кевин, я тут хотела попросить у тебя помощи. А, тебе тоже денег займы дать. На, можешь не отдавать. Да нет. Нет? Ну, хотя все-таки давай, если безвозвратно, конечно. Я так и знал. Ну, а вообще мне помощь с математикой нужна. А, это легко. Это я могу. А, я тебя не сильно отвлеку. Да нет, не отвлекаешь. Сьюзи все равно со мной пока на свиданку не идет. Так что, давай заниматься математикой. Ура, я так счастлива. Из-за этих дурацких идей Кевина, чуть не опоздала на работу. Сьюзи, я не уверена, что хочу есть. Зато я хочу. Ай, кажется, я деньги забыла. Посиди пока без меня, я сейчас прибегу. А я... Ладно. Ой, нет, только не она. Я так не хочу, чтобы Сьюзи знала, что я здесь работаю. Извините, извините, можно капучино? Среднее или большое? Алекс, что ты здесь делаешь? Хотел бы я сказать, что я зашел на чашку кофе. Но я здесь работаю. Ого. Да, знаю-знаю, работающие подростки не такие крутые, как... Как кто? Ну, как Кевин, например. А мне кажется, круто, что ты работаешь. Знаешь, ты молодец. Правда? Кажется, я слишком обрадовался. Это что за повар-неудачник? И тебе привет, Синди. А, это ты, Алекс? Как же я сразу не догадалась-то. А я случайно. Синди, а ты знала, что Алекс работает в кафешке? Ну да, только я даже не знаю, как его сюда приняли. Он же двоечник, наверное, постоянно. В кассе денег не хватает. Синди, ты не права, так некрасиво говорить. Да ладно, всё нормально. Тем более, Анна права. Денеги вправду не хватает в мою смену. Да ладно, математика не всем легко даётся. Слушай, хочешь, я тебе помогу? Умыться? Да нет, хочешь, я тебе с математикой помогу. Я в этом разбираюсь. Она шарит. Мне? Мамочки, кто тебя только сюда на работу принял? А, извините. Ой, Сюзи, пошли отсюда. Сейчас моя мама заберёт нас на шопинг. Пока! Ну так что, вечером учим математику? Учим. Тогда встречаемся в студенческом холле. Ес! Ес! Это всё рисунки моей сестры сработали. Ммм, да ладно, ес! Пошли сюда, нам здесь точно никто не помешает. Я знаю, где мы можем спокойно посидеть. Привет! А вы тоже пришли поучиться? Ну ладно, Сюзи. Но, Алекс, учиться не смеши меня. Вообще-то, я решил улучшить свои знания. А я ему в этом помогу. Точно, я же тебе ещё кофе обещал. Да нет, не надо. Нет, нет, сейчас принесу. Сюзи, скажи честно, зачем тебе всё это? Что, кофе? Ой, ты прекрасно знаешь, о чём мы. Или ты думаешь, из этого двойчинка что-нибудь получится. Или ты и запала на Алекса. Эх, добавлю ещё зефирок сюда. Сюзи такое точно понравится. Я? Влюбилась в кого? В этого бедного двойчинка? Да ни за что на свете! Сюзи, Сюзи. Кто? Сюзи, вот твой кофе. Аликс, я, я... Да всё нормально. Упс, неудобно получилось. Аликс, ты что, уже уходишь? Угу, мне надо на работу идти. Ты ведь не обиделся? Нет, на правду ведь не обижаются. Обиделся. Упс, нехорошо получилось. Не то слово. Это всё вы виноваты со своими дурацкими вопросами. Всё из-за вас. За Сюзи. Ну вот, Сюзи на меня обиделась, но я знаю, что делать. Постой, а как же уроки? А, это... Попроси лучше у девочек помощи. Думаю, они тебе не откажут. И зачем мне эти девочки? Вот значит как. Синди. А мы тут тебе помочь пришли. Девочки, вы думаете, что ещё что-то можно сделать? Ну конечно. Кевин, ты что там тачишь за собой? Это всё подарки для Сьюзи. Ого. Это только половина. Кевин, Сьюзи по-моему даже не смотрит в твою сторону. Зачем ты всё это даришь? Ну и что, что не смотрит? Сдаваться что ли? Да, ты прав. Я слишком рано сдался. Не понял, куда это он? Хоть у меня и не столько денег, как у Кевина, но я сделаю то, что ей точно понравится. Как ты думаешь, у нас получится сделать то, что мы планировали? Не знаю. Мне кажется, Розе этот наряд подойдёт. Девочки, что делаете? Выручаем подругу. В смысле? Мы решили помочь Розе поменяться ради Кевина. Ого. Ох, меняться ради парня? Ну ладно, показывайте, что у вас там получилось. Рози! Ну, как я вам? Упс, в моей голове это выглядело красивее. Рози, попробуй лучше другой наряд. И сними эти очки, пожалуйста. Да, они мне даже понравились. Ну ладно. Кошмар. И не говори. Да, девочки, удачи вам в этом нелёгком деле. Я пошла. Что это там падает, ну мальчику? Что они делают? Привет. У тебя тут всё хорошо? О, Сьюзик, как здорово, что ты пришла. Извини, я чуточку не успел подготовиться. Это всё тебе. За что мне всё это? У меня день рождения не скоро. И что? Я же решил тебя порадовать. Кевин, я знаю, что нравлюсь тебе, но не нужно тратить деньги просто так. Просто так? Не переживай, у меня их полно. Тем более, это всё для тебя. Слушай, Кевин, мне не нравятся такие парни, как ты. Прости. Сьюзи? Привет. Эх, похоже, это всё зря. Ну вот, я опоздал. Похоже, он всё уже ей подарил. Алекс, что это у тебя за спиной? Это, ничего, не обращай внимания. Роза, ты туда выходишь уже или нет? Давай, давай, выходи уже. Девочки, может не надо? Выходи давай, я уверена, у тебя всё получится. Кевин? А ты что делаешь? Выбрасываю всю эту ненужную ерунду в окно. Почему выбрасываешь? Разве это не подарки для Сьюзи? Да, но она их не приняла. Сказала, что такие парни, как я, не в её вкусе. И кто же тогда в её вкусе? Кевин, а что ты тогда собираешься делать? Ничего. Всё, я уйду полностью в учёбу. Серьёзно? Да, девушки меня больше не интересуют. Ой-ой-ой. Привет. Роза, ты очень мило выглядишь. Спасибо. Я тут решила отличницей стать. К ним в библиотеке набрала. Буду учиться. Тебе очень идёт такое. А, девушки его больше не интересуют. Ну да, конечно. Слушай, давай я тебе с учёбой помогу. Может, вместе в библиотеку сходим. Эээ, постой. Вообще-то я пришла к Алексу. К Алексу? Ко мне? Я там в коридоре книжки тяжёлые оставила. Сама не донесу. Я помогу! Эээ, я хочу, чтобы мне Алекс помог. Он сильный. Ну ладно, если ты так просишь, помогу. Спасибо. Серьёзно? Что это сейчас было? Ну и где твои книги? Проходи, сейчас всё объясню. Может, объяснишь, что здесь происходит? Да, только сниму для начала эти дурацкие украшения. Мне кажется, я выгляжу максимально нелепо. И он меня задарил всякой ерундой прямо в своей комнате. Представляете? Знаешь, Сьюзи, ты такая глупышка. Да любая девушка бы обрадовалась таким подарком и такому кавалеру. Ой, не хочу я таких подарков и такого кавалера. Ой, не знаю. О, смотри, кто идёт. Кажется, нам пора. Нет, 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 девочки, не оставляйте меня. О, Сьюзи, вот ты где. А я тебя повсюду ищу. Кевин, ну зачем? Ну не нужны мне твои подарки. Не нужен мне ты. Мне нравится другой. Да понял я, не переживай. Ты мне уже тоже не нравишься. Серьёзно? Слушай, мне нужна твоя помощь. Так, Кевин, ты будешь мне говорить, что хотел? Или я пошла? Сьюзи, помоги мне устроить свидание с Розе. Ого, как это она добилась твоего внимания. Она меня просто очаровала. Ну так что, поможешь? Ну ладно. Для начала расскажи, что она любит. Ладно, только ты должен тоже мне помочь. Так, давай ещё раз. То есть ты решила поменять свой образ ради Кевина и замутить со мной, чтобы он приревновал? Ну да. Ого. Ну ладно, допустим, я согласился поучаствовать в этой афёре. Но какая мне от этого выгода? Проси, что хочешь. Я тебе помогу. Хм. Вот. Ого. Переодень меня в хорошенького ботана, и тогда я помогу тебе. Я могу помочь, но зачем тебе всё это? Ну смотри. Ну? У тебя ведь получилось очаровать Кевина в новом образе. Я надеюсь. Да получилось, получилось. А теперь я хочу сделать так же. Эм, очаровать Кевина? Да нет же. Смотри, мне нравится одна девушка, и я хочу, чтобы она обратила на меня внимание. Ладно, раз уж такое дело, сделаю из тебя красавчика-ботана. Сьюзи точно влюбится. Стоп. А как ты поняла, что это Сьюзи? Алекс, ты на химии сидишь возле меня. Я постоянно вижу, как ты пускаешь слюни по моей подруге. Да ладно, не преувеличивать это. Ага, видел бы ты себя со стороны. Сьюзи. Всё, всё, давай я прекращаю это. Давай лучше переодеваться. О, вот это вроде бы неплохо. Ну такое. Ну а мне нравится. Смотри, какая классная рубашка. Как тебе? Да нет, не очень. А такая как тебе? Мне не нравится. Мне кажется, это не мой размер. Да, никогда бы не подумала, что наш родственник Аликс пойдёт на такое ради девушки. Интересно, а Сьюзи догадывается, что он так сильно влюбился? Сьюзи, ну что ты там переоделась? Это, конечно, не моё, но надеюсь, Аликсу понравится. Ого, выглядит интересно. Эх, не нравится, да? Ну, вообще да. Ой, главное, чтобы Аликсу понравилось. Ого, не думала я, что Аликс настолько нравится Сьюзи. Вот это у них всё запутано. Аликс, ну где ты там? Идёшь или нет? Всё? Так, можно идти? Ммм, неплохо, только надо смыть твои руки и, думаю, очки к образу хорошего ученика не помешают. Я надеюсь, это всё не зря. Для меня Сьюзи вообще загадка, я не знаю, кто ей может понравиться. А вообще, как думаешь, у меня есть шансы? Ну, если причешешься, я думаю, твои шансы увеличатся, я уверена. Ладно, ради Сьюзи я готов на всё. Приветик, а что это вы тут делаете? Аликс, тебя прям не узнать. Как думаете, такой я, новый я, могу понравиться Сьюзи? Ну, не знаю. Девочки. А что, мы ведь не знаем, кто нравится Сьюзи. Да-да, совсем не знаем. Не знаем, не знаем, совсем не знаем. Странные какие-то. Ну всё, я готова. Твоя задача завести Аликса в кафе, помнишь? Да помню, помню я. Ухожу. Сьюзи? Что с твоей одеждой? Ты сама на себя не похожа. Для чего это всё? Девочки, мне нравится один парень из нашей школы, и я пытаюсь ему понравиться. Да ты что, не Аликс случайно? А как вы догадались? Да так, долгая история. Кстати, ты уверена, что сможешь ему понравиться? Совсем не уверена, девочки. Но я попытаюсь. Кстати, мне уже пора, я пошла. Удачи. Какие же они смешные, я не могу. Ну что, посмотрим, что будет дальше? Конечно, погнали. Привет. А вы не видели Аликса? Да он вообще-то здесь. Привет. Аликс, ты как вообще? Роза, это ты с ним такое сделала? Да, я немножко помогла Аликсу завоевать сердце Сьюзи. Ого, так Сьюзи там... Ладно. Так, Аликс, тебе не нравится? Нет. Есть. Ребят, я, наверное, пойду уже. Думаю, да. Стой, зайди в кафе, там нужно кого-то подменить. В общем, просили выйти от тебя на работу. Ну вот, свидание со Сьюзи отменяется. Как дела? Странно, никого нет. Ладно, я пошел работать. Сюрприз! Аликс? Сьюзи? Ты почему так выглядишь? А ты? Нет, ничего не подумай, ты выглядишь красиво. Но почему ты так резко решила сменить образ? Все, хватит, с меня это и драмы. В смысле? Сьюзи, Алекс решил поменяться ради тебя, потому что думал, что такие парни в твоем вкусе. А Сьюзи хотела тебе понравиться, поэтому и вырядилась вот так. Серьезно? Сьюзи, ну зачем? Ты же и так красивая, и нравишься мне такой. Да, да, наконец-то он признался. Сьюзи? Ты мне тоже нравишься, Алекс. Ес, супер комбо! Ну, наконец-то! Может, вы уже уйдете, а? Нет, мы хотим продолжение этого сериальчика. А, пусылочки будут? С меня бесплатная кофе, уходите давайте. Принято. Сьюзи Субтитры сделал DimaTorzok